Вот это да! Чёрная пятница в Аскона. Постельное бельё, подушки, кровати, диваны и матрасы со скидкой до 90%. Только до 1 декабря. Аскона. Девушки отдыхают. Вас не учили, что когда учитель входит, вообще-то вставать надо. Ничего не подложили? Ладно, сажусь. Всем привет, меня зовут Екатерина Дехант. Я очень классная училка, я преподаю обществознание, готовлю детишек ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, вывожу даже самых лютых двоечников. Я считаю, что школьная форма – это прекрасно. А почему вот у вас вот это вот, это что, чума? Ну я не очень хочу на вас смотреть, знаете, у вас ещё такой голос неприятный. Естественно, неприятный. Знаете, зато доходит сразу, с первого раза. У меня все пострунки, все сидят идеально. У нас бы за такое в школе. Извините. Так что я считаю, что школьная форма – деловой стиль. Но какие-то рамки, приличия, они всё-таки должны быть. Девочки, готовьтесь встречать самую красивую девушку проекта. Господи. Вас что, всех из школ, что ли, взяли? Всем привет, меня зовут Диана, я участница пацанок, я Барби. Не, ну я не могу, ну уже, ну это маска, ну это чума какая-то, а вдруг ты заразная. Ну, нам всё-таки надо знать там. Ну, вот он выглядит незаразной. Непонятно. Так интеллектуально с вашей стороны. Я организатор игр в мафию. Привет, меня зовут Василиса Прекрасная, и я организатор игр в мафию. Слушайте, мне кажется, что мы пришли на шоу «Шопинг», да, и вы оделись как… Извините. Нет, я оделась как в школу, как в школу. Это стиль. Пахнет сабдепом немножко от неё вот. А вот это что? Это что, розовые шорты? Это куда? Это в бассейн только? Или на урок физкультуры? Никаких конкурентов не вижу. Вообще. Я знаю, что я буду победительницей. Богиня, приветствую вас. У-у-у-у! У-у-у! У тебя не получилось. Я пыталась свистнуть. Что пыталась свистнуть? Что? Посвистить радостного приветствоваться. А я думала, там, свистнуть машину, знаешь, кошелёк. Стиль, в конце концов. Задание в этом сезоне нам присылают наши постоянные зрители. И сегодня это Дарья из Калининграда. Здравствуйте, девушки. Завтра я иду в поход. Но для меня поход на природу – это такое же мероприятие, как и поход в караоке с подружками. Я должна быть там стильной и красивой. Поэтому моё задание для вас – это подобрать образы в стиле фри-лофт-слив. Старайтесь, девушки. Фри-лофт или что-то такое. Фри-что-то там. Я не помню. Фри-лофт-слив. Это не на английском. Это у нас термин скандинавского. Фри-свобода. Луфт-воздух. Лиф-жизнь. Вам нужно представить себе, что вы живёте на свежем воздухе, на природе. Соответственно, мы все представляем, в чём люди там ходят в походы, как выглядит эта одежда, какие там используются приёмы, элементы. Рюкзаки, там, специальные сумки и так далее, и так далее. И вот вам нужно взять вот какие-то признаки этого стиля и адаптировать его к современным трендам. Чтобы в финале мы увидели модный образ, который будет вдохновлён этим стилем. Ну что, встречаемся с вами в финале и, возможно, отправимся в модный поход. Удачи! Опять не получилось. Я не поняла до конца, но будем на ходу отталкиваться. Я воодушевлена. Мне очень интересно. Загородная жизнь, походы, палатки, какая-то романтика. Очень интересно. Главное, чтобы я не была организатором похода. Вот это самое важное. Вот эта вот ответственность, бумаги, дети. Нет, мне это не надо. Так, интересненько, и что же приготовила судьба нам сегодня? А ну-ка, выпускайте гриц. Всем привет. А вы знаете, у кого вы в гостях? Этот дом самый стильный мафиози этого города. Пойдёмте. Так она нас всех вольнёт. Сейчас мы мафиози не так обсудим, и всё. И минус один ведущий, чурня. Привет, меня зовут Василиса Прекрасная, и я организатор игр в мафию, байкерша. Да тут вообще, пойди разбери, кто это. Тогда и я могу тут сидеть на этом мотоцикле. Черепашка, ниндзя любая. Отдай к нам! Да кто угодно. Ну, Юрий Лоза это может быть на мотоцикле. Настоящее имя, Василиса. Прекрасный это псевдоним, потому что у меня такая достаточно сложная фамилия. Поэтому Василиса Прекрасная полностью олицетворяет меня. То есть настоящее имя Василиса, а псевдоним Прекрасная? Мне кажется, ей пора что-то узнать о мире псевдонимов. Ну, я красива, поэтому Прекрасная. Доброе утро, город. У меня плохие известия. В городе завелась мафия. Игра начинается. Как вы поняли, в этом образе я веду свои игры. Я должна выглядеть максимально устрашающе, как жена самого страшного и коварного мафиози города. Со мной никто не хочет играть в мафию, потому что я обожаю играть в мафию. И никогда не догадаешься, в какой момент я мафия, в какой момент я мирный житель, в какой момент я... Или детектив. Я ненавижу игру в мафию. Вы любите? Я вообще не люблю настолки. Я не люблю, когда ты приходишь в гости, сейчас думаешь, сейчас мы как будем с тобой конкретно пить, говорить о жизни, а тебе на лоб бумажку налепили. Такие, я живое? Я человек? Я живой? Это ужас. Мне это нужно. Еще и за деньги, да, получается, это нужно вот ей оплачивать весь этот свек. Можно скромненько накинуть накидочку и быть очень закрытой, да, сдержанной. Также можно раздеться потом в помещении, когда после игры начинается какая-то вечеринка, танцы, да, и уже можно выглядеть пороскошнее. Они после мафии еще и танцуют. Это какой-то вип-пакет. Вот, типа, мафия, кальян, танцы. И перья добавляют, вот это, знаете, женский вайб, когда ты идешь в пижаме с перьями по дому своему большому, спускаешься по лестнице с бокалом вина. Вот такое настроение вызывает у меня этот образ. Почему перья добавляют женский вайб? Перья добавляют скорее куриный вайб. Вайб, 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 вайб. Во, еще одно черное платье. Самое пикантное в этом платье, что его нужно носить без трусиков. И когда ты выходишь в нем, потому что здесь все видно, ты думаешь, ты сразу становишься такой кошкой. Вот кошки нас сейчас смотрят и обижаются. Почему, если кто-то без трусов, то сразу ты становишься кошкой? Что это за несправедливость такая кошачья? Да что же за гардероб такой? Она нас встретила в маленьком черном платье, потом переоделась в какие-то перья с маленьким черным платьем и розовыми шлепками. Теперь у нас третий вариант черного платья. Милая, такое чувство, как это, знаешь, шкаф для похорон. Нам не подходит. Мой стиль называется... А то есть... Первое, это черный цвет, кожа, яркие цвета розовый, салатовый, кричащие. И что-то такое на корсетном, открытом, вызывающем. Это три слона, на которых стоит мой стиль. Но она сильная. Тут все, тут и фольклора. Василиса прекрасная, и ведущая в мафии, и байкерша, и... Ну ты посмотри, сколько титулов на одной маленькой, такой нежной, крупкой девушке. Ну что, готова вам представить мой типичный образ. О, что за королева, а какая грация, харизма. Да на тебе пахать можно. Ого, это я фразу вспомнил из этого. Зеленый всегда со всем сочетается, потому что я часто делаю кислотный какой-то яркий френч. Это может быть розовый или зеленый. И, конечно же, моя сумка-трансформер, она всегда подходит, потому что я могу сама определить тот цвет, который будет в образе. Господи, это тот типичный образ в Краснодаре, ну правда. Ну такое чувство, как будто со мной в одном детстве вышла, знаешь, на летних каникулах погулять возле школы. Вась, смотри, ты, конечно, молодец, ты доблестная, смелая, а такая вот напористая девушка, конечно, столько нужно вот этой вот смелости и бравады, чтобы в таком образе куда-то выйти, и у тебя получается здорово. Мне он, конечно же, не нравится, он вульгарный, он чересчур открытый, чересчур яркий. Но мне нравится, как у тебя симметрично подобраны татуировки. Это ж надо было так крест-накрест. Знаешь, тут с одной стороны рука, а тут противоположная нога. Мне интересно, там внутри у тебя что, вот такая вот лента, а-ля выпускница 2002? Потому что, конечно, там и по руке, и по ноге так красиво течет вот эта вот непонятная, что за штука такая, ой! Ну что, прыгаем на байк и погнали на шопинг! Держитесь! Простые мирные жители засыпают, и просыпается настоящая богиня шопинга, чтобы найти убийственный наряд. Ну иначе наших героиней реально не охарактеризуешь. Напомните там, как там название? Фри-луфт-слив. Что-то там фри-стайл, лайф-воздух. Я на самом деле, когда нам рассказывали, даже не поняла суть этого стиля. Я подумала, с чем олицетворяется свобода, небо. Конечно, с голубым и белым цветом. Это облака, это небо, свобода. Выглядит хоть и спортивно, но очень дорого, потому что качество этих шорт настолько высокое, что я как будто бы, знаете, на гольф собралась. На дорогой, хороший такой гольф, стильный. Почему гольф считается чем-то мультимиллиардерским? Почему гольф считается чем-то недосягаемым, и его могут себе позволить только миллиардеры? Почему? Но она немножко уже перепутала. Она должна быть такая вся, норвежская, козьи, уютная красавица. А она получилась просто действительно чечевихой спортзала. Скандинавский стиль, да? Скандинавский. Вы слышите? Это же плед в клеточку. Плед в клеточку красный, коричневый, зеленый. У них есть такие пледики и скандинавский. Поэтому клетка. Вот такая у меня логика. Ты уверена, что ты сейчас именно о скандинавском стиле говоришь? Ты случайно не перепутала немножечко это, возможно, с какой-нибудь Англией? А? Или, может быть, Шотландией? Или, может быть, ты слышала что-то про классическую английскую клетку? А? Или про тартан? Или, может быть, про килл? Не скажу, что ты как-то правильно определяешь наше сегодняшнее задание. Но, тем не менее, направление более-менее верное. И образ, кстати, не такой уж прям, ну, очень неплохо. Но! Что самое главное у нас в программе? Он не просто должен соответствовать нашему заданию, а должен еще и быть модный. А вот этих вот модных элементов здесь у тебя сейчас и не хватает. Поэтому на десятку претендовать в финале в нем ты не можешь. Что у нас ассоциируется с дикой природой, с животной, да, энергией? Это, конечно, леопард. Леопард сейчас в тренде. Почему они всегда говорят, что леопард в тренде? Ну, это было две минуты, и то шесть лет назад. Почему? И леопард – это быстрое животное, которое догоняет свою добычу. А все мы знаем, что леопарды жрут овец. Конечно, а волки травку щипают. Ну, как будто бы сумочка, да, она такая скандинавская звучит. Если бы я каждому человеку подойду и скажу, что это сумочка Скандинавии, все мне поверят. Я так считаю? Вась, вот смотри, если не видеть твой образ и просто слушать, что ты говоришь, то, возможно, даже в какой-то момент поверишь, что то, что ты выбрала, подойдет для задания. А потом, когда открываешь глаза и видишь вот это вот все, то, ну, как-то это все пролетает. И, в общем-то, со Скандинавией тоже особых каких-то связок я здесь не вижу. Не с модой. Абсолютно такой вот стандартный образ, как и те, которые мы видели до этого, из всевозможных соцсетей, от разных блогеров. Ну, понахваталось-то этой всей истории. Но я не думаю, что это поможет тебе выиграть. О, сообщение. Привет, моя дорогая. Фриловслив – это скандинавский стиль для прогулок на свежем воздухе. А назови мне страну, которая не входит в состав этой самой Скандинавии. А. Дания. Б. Финляндия. В. Швеция. Г. Норвегия. Что? Я сейчас четыре варианта ответа услышала, и они все для меня одинаковы. Вот единственные вопросы по географии, наверное, у меня проблемы. Я знаю, что сапог – это что, Италия? А может быть, и Испания? Италия, я думаю. Все, это максимум. Мой ответ – Норвегия. Итак, правильный ответ – вариант Б. Финляндия. Именно Финляндия не входит в состав Скандинавии. Мой стиль. И я покажу, как быть стильной и сексуальной даже в дикой природе. Мяу! Между первой и второй, как говорится, я, конечно, про наших богинь, идем в гости к следующей леди. Добро пожаловать! Вы пришли в гости к самой стильной училке страны. Только будьте добры, выйдите и зайдите нормально. Спасибо! Так, все поняла. Извините, пожалуйста, как у вас по имени-учество? Привет, меня зовут Екатерина Дехант, и я преподаватель общества знания. Ну, мне кажется, это очевидно. Я обожал общество знания в школе, но не учителя. Приглашаю вас в мой гардероб. Раньше я жила в однушке, и вся моя одежда помещалась в маленький шкафчик. А вот здесь она жила? А что это у нас так педагоги прям? Раз это... Она что, учитель года? Что там за надбавки? Что? Я, когда учителем работал, ничего такого не было. Это сумка, которую я сама себе не покупала. Мне ее подарили благодарные ученики. Я считаю, что качество работы преподавателя оценивается теми подарками, которые ему дарят. Это в какой школе она работает, что ей ученики дарят Луи Виттон? В Барвихе? Ну, это роскошь, да? Ученик сдал экзамены. И тут вообще уже прошел месяц. И тут мне звонит папа ученика, говорит, Екатерина, сегодня к вам приедет подарок. Я такая, ну, думаю, ладно. В принципе, там цветы, конфеты. Ну, вот как обычно. И мне приезжает курьер с этим клачем. И я была в шоке. Вы понимаете, я ушла из школы, потому что мне не хватало денег на брендовые сумки. В школе я зарабатывала примерно, ну, тысяч сорок. Ну, да, естественно, многие скажут для учителя весьма неплохо. Но все-таки это тяжелый ответственный труд. И в этой ситуации нужно было изыскивать варианты. Для меня это стало репетиторство. Сначала это было просто помочь каким-то ученикам после уроков. Ну, я действительно горела своим делом. Мне надоело делать это бесплатно, потому что несколько лет я работала просто так. Ну, и потом уже я решила, что я дорогой репетитор. У моих учеников очень высокие результаты. А это требует соответствующей оплаты. Сейчас я стала зарабатывать, ну, раз в 10-15 больше. Сколько? Чего? Да я сейчас тоже класс свой открою. Это моя шикарнейшая, длиннющая, норковая шуба. У-у-у, морозка. В этой шубе она может играть снегурочку на утренниках в школе. Фу-у-у, осуждаем натуральный мех. Фу-у-у, осуждаем натуральный мех. Фу-у-у, фу-у, намыло. Ой, три года назад это было моей мечтой. Я хотела быть такой сибирской королевой. Потому что, когда я училась в университете, у меня в голове отложился образ моей богатой преподавательницы. Она вот такая утром подъезжала на пары, из своей шикарной машины выходила. Ну, там, правда, были соболя. Ну, ладно, начнем с норки, я решила. Поэтому я решила шубу заказать из Турции. Да, ну, как бы подешевле, подешевле. Понимаешь, это вот эти вот шубы, когда вот юбилей. 50, вот это 60, выход на пенсию и так далее. Всю жизнь копила, мечтала и вот откладывала. И думала, вот или шубу куплю, или на похороны. Психанула, купила шубу. Вот, так вот это вот и наша училка. Ну, только она пораньше. Это мое шикарное платье с моего самого первого самостоятельного урока в школе. Урок был отвратительным, хотя образ я подбирала. Прям сильно задолго. Думала, что вот, я приду, тут идеальный класс. Я буду такой хорошей, воздушной учительницей. В итоге я выбежала оттуда в слезах, потому что они меня довели. Потому что я не знала, как с ними надо разговаривать. А надо было пожестче. Офигеть, я уже вот не думала об этом. Ведь учителя же тоже собираются на свои уроки, как на выступление. То есть, получается, подбирают образ, делают макияж, прически. А эти дети сидят, орут, не слушаются, перемигиваются, перехихикиваются. И вот потом так и хочется сказать. Вот ты смеешься, а вон там дверь. Я специально подбирала такое сдержанное платье, ниже колен, чтобы без предрассудков. Но, походу, у них я просто пришла. Очередная молоденькая учительница из универа. Не было, не было во мне властной женщины. А я не могу понять, а в чем логика? Твой первый урок был когда? В 78-м году? Как настоящий учитель, я точно найду образ на 5 с плюсом. Отправляюсь на шоппинг. Сегодня вы увидите, как самая стильная учительница России станет самой модной в этом походе. Задание. Я что-то уже забыла, как задание-то называется. Ну, что-то типа фри-луфт стайл, фри-луфт, фри-луфт лайф. В общем, что-то такое. Я по два раза не повторяю, потому что с первого раза надо было слушать. Забыла она. А голову ты дома не забыла, а? Так давай сюда свой дневник. Вообще этот образ, он вот реально про свободную жизнь. Типа свобода самовыражения. Очень хорошо поехать на природу. Тут, пожалуйста, кроссовочки. Удобно. Делай, что хочешь. Обычный спортивный образ учительницы, которая выехала на природу в субботу со своим классом на пикник. Сумка вместительная. Если что в поход понадобится, пожалуйста, открыла, взяла. И не то, что какие-то рюкзаки. Очень удобно. Я считаю, что прям стильная училка на отдыхе может выглядеть именно так. Очень мимо. Вот прям, знаешь, вот со старта прям и сразу в кювет. Ну что ты, учительница. Да, да. Ну такая свобода самовыражения. Супер серая, стандартная вот этот вот костюм худи. Косуха. Ну это очень. А это самовыражение. Это, конечно, это лихо. Это да. Я считаю, что этот образ точно будет победным. У нас скандинавский стиль. Ну а что они там носят? Естественно, клетка джинса и яркий, суперклассный рюкзак. Удобные сапоги. Вообще любая грязь в походе. Вот это называется свободная жизнь. Это вот ты сбросила с себя вот эти школьные оковы и вышла такая. Женщина-кошка, я считаю. Ну в целом, да, как только надевается клетчатая рубашка поверх чего-либо, уже начинает быть похожа на этот стиль. Но этот наряд, откровенно говоря, не очень. Конечно, что меня смущает, это этот рюкзак. Он прям сильно выбивается, еще и благодаря цвету и вообще своему стилю. Что касается верха, это сорочки и плюс жилет, окей. Ну, сказать, что это модно, что это соответствует заданию, что это очень тебе идет, нет. Фриловслив – это скандинавский стиль для прогулок на свежем воздухе. А назови мне страну, которая не входит в состав этой самой Скандинавии. Даня! Я собрала свой идеальный образ, и теперь я точно буду самой стильной учительницей в походе. Всем привет, я Барби, и это моя киберпанк инопланетянская квартира. Такого вы нигде не увидите. Скорее, проходите за мной. Ой, ты моя хорошая. Я, если честно, был в шоке еще, когда мы с ней познакомились. Ну, наконец-то. Аж отлегло. Вот эта вот адекватность, знаешь, меня немножко пугает. Всем привет, меня зовут Диана, я Барби, я человек искусства и бывшая участница пацанок. Диана вскипела, вообще, и начинается дитханалия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она лазу разбила. Она начала вот эти вот туи пинать, бросать. Она начала разбивать там нашу дверь стеклянную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое же чудо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это моя комната, и она полностью отражает мой внутренний мир. Так все навалено в этой квартире. Вот прям навалено, ты знаешь, что там не хочется находиться даже зрительно. Я художница, рисовать я научилась сама, благодаря своей матери. Моя мама мастер тату, и она очень классно рисовала все детство. Слушай, ну, судя по всему, я так понимаю, мама на тебе тренировалась рисовать? Потому что там у тебя, конечно, та еще Третьяковская галерея. И это только на правой руке. И я пыталась нарисовать то же самое, но она разрывала все мои рисунки. Говорила, пока ты нормально не нарисуешь, мы х** никакое оставлять не будем. И вот у меня была цель, мотивация нарисовать что-то красивое, чтобы мы наконец-то оставили хоть один мой рисунок. Так, все, плакать. Теперь опять шоу пацанки, началось прогрустное детство. Ну, зато рисовать научилась. Интересный экземпляр, я считаю. У нее нет рук и головы, просто потому что мне не кайф их рисовать. И получилось, мне кажется, достаточно интересно. Тяжело рисовать лицо, поэтому я, знаешь, возьму и краской за маляка, да и хорошо. Вон, что там это пальцы рисовать? Прикинь, пять, пять пальцев. Да, кому тебе пальцы нужны? Слушай, он рубанул, а по локоть их хватит. Еще и краску трать на это все. Вот это мои любимые очки, правда. Они уже пережили свое, мне кажется. Такие, будто бы я в Майами. Я купила в Сочи на набережной. Это типа Versace, но они стоят рублей 700. Ну, ты знаешь, циники в Сочи практически как в Майами. В этом я была на фестивале в последний раз. И, собственно, последствия фестиваля, они не отстирываются, хотя это были мои любимые лосины. Я тоже хожу на рыбу, но в другом. Только я захожу в лес вот так с двумя чемоданами, потому что мне надо было взять все мои костюмы. И меня начали жестко кусать комары. А у меня аллергия на комаров. Я думаю, а я вот такие ногти себе нарастила. Я думаю, сейчас я достану средства из сумки, а это ночь. И я вот так просто в чемодан руку засовываю, чувствую резкую боль, вытаскиваю, у меня льется кровище отсюда. В общем, у меня ноготь прям оторвался с мясом, вот так нарощенный, он висел наверх. И я все четыре дня на фестивале ходила с ним. В общем, девочки, не наращивайте длинные ногти, снищите, чтобы у вас потом была вот такая вот тема. Ну, я бы даже сказал, тут не один этот вывод из истории можно сделать, но тем не менее. Диан, вот я думаю, что в твоем выдуманном мире можно так одеваться, выглядеть, себя вести, чувствовать комфортно. Почему бы нет? Я только за. Пожалуйста. Мой стиль представляет из себя киберпанк Барби. Что? Киберпанк Барби? Она точно знает, что такое киберпанк? Летающие машины, всякие блайзеры, вот это вот все, да? Вот еще один мой замечательный образ. Пу-пу-пу. Перис Хилтон, возвращение. А розовый цвет я начала активно внедрять в свою жизнь. Очень милый цвет, приятный. Никогда не ожидаешь от человека в розовом, что он может набить тебе ебать или еще что-то. Поэтому мне нравится эффект неожиданности, и чтобы я максимально не отражала свой внутренний мир своим образом внешним. Слушай, ну помимо розового цвета, как бы есть намеки в твоем образе, и можно предположить, что ты именно тот человек, который может немножечко рихтануть, скажем так, фейс другого человека. Поэтому не так ты сильно замаскировалась. Но принцип, мне кажется, верный. Вот знаешь, чем больше ты скрываешь и вот этих вот всех своих расписных частей тела, и этого пирсинга, и этого вульгарной стрижки, укладки, макияжа, поведения и так далее, тем ты становишься чуть более симпатичной. Ну и что, погнали шопиться. Накупим клевеньких вещичек. Жаль, что денежек вы дали маловато. Все, уходим. Уходим из этого милого домика для Барби. Куда бы я ни пошла, на меня все обращают внимание, потому что самое ужасное – это быть обычной. Поэтому сегодня у нас будет необычный шоппинг. В этот образ отлично подходит под лоу-лайф, под прогулку в лесу, под пикник. Идеальные текстуры, идеальное сочетание цветов. Ну, в целом, похоже, но не то, чтобы мы очень этому рады, да? Ну, какая-то скучнямба. Очень удобно, тянется все. Можно собирать ягоды ногами. Вот. Слушай, пожалуйста, голубушка, вот смотри, если ты как-то возьмешь и немножечко устаканишься, как-то так вот сгруппируешься, как-то, ну, вот ограничишь себя по вот этим вот роскошным движениям, то посмотри, ты будешь выглядеть вполне себе приятно. Тем более еще и в этой цветовой гамме, в этих вещах они вполне себе милые, да? Возможно, они не супер подходят для нашего задания, особенно, чтобы его выиграть, но это просто какое-то небо и земля по сравнению с теми вещами, которые у тебя в гардеробе. И это тебя украшает. У меня это задание ассоциируется с фестивалями на открытом воздухе. И один из лайфхаков – это... ...все, что мне необходимо, я плечу в трусах. Вот, например, салфеточка, чтобы высморкаться. Идеально удобно. Карманов нет, но все хранится в надежном месте. Нет, ребята, то все, что вы сейчас увидели, не повторяйте в домашних условиях, молю. Я достаю из широких штанин. И все возмущенно кричат «гражданин». Ужас. Идеальное проветривание. Не жарко. Просто отлично. Просто точеная фигурка. Вот это тоже шикарное дополнение. Здесь, конечно, цветов побольше, но мне кажется, что это отлично. Как раз-таки изюминка в этом луке. Это больше похоже не на скандинавский стиль, а когда ты у бабушки на даче в огород идешь, и ты, в принципе, в своем, но какая-то вот бабкина жилетка висела на крюке, знаешь, перед выходом, и ты сверху как-то прилудил. Вот идеальное сочетание с лужайкой будет. Маленькие цветочки. Мне кажется, мне вообще все подходит. Чтобы я не надела, будет идеально. А вот и правильно. Тебе с лужайками нужно сливаться. С какими-нибудь клумбами. Глядишь, там какие-нибудь лютики тебя и примут. Может быть, еще какие-нибудь кузнечики, жучки, паучки. Им как бы, в общем, все равно. Вот. Так, что это у нас за сообщение? Фриловслив. Это скандинавский стиль для прогулок на свежем воздухе. А назови мне страну, которая не входит в состав этой самой Скандинавии. Я знаю, что такое Швейцария, Норвегия. И еще одно слово я забыла вообще. А еще одно слово я забыла. И я так понимаю, это слово адекватность. Мой ответ в Финляндии. Хоть и в пацанках я не победила, зато сейчас победа точно моя. Вы только посмотрите на меня. Я самая настоящая богиня шопинга. Ну, я думаю, что это будет максимальный кринж прям. Ну, то есть, если она выйдет в чем-то простом, обычном, я, конечно, разочаруюсь, потому что у меня к ней завышенные ожидания по кринжу. Диана должна прикрыться, потому что, ну, вот в том, что она носила, вот это вот первый образ. Она ничего не должна. Я думаю, что она... Я думаю, что Диана выйдет голая максимально. Диана, что с тобой? Вау. Наслаждайтесь. Мы ослеплены. Я понимаю. Ну, как вам? Это лучший образ. Просто шикарно. Ну, то есть, я так понимаю, награда моя. Так, извините, надо побороться. Я готова. Учитель с учителем? Учитель? Да, махать. О, да. Да, 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 вообще-то. Я была в таком шоке. Я такая, че? О, ну, я подумала, может быть, ее реально дисквалифицировали. Видели ее первый образ, да? Ну, как бы. Есть вопросы. Ну что, девушки, в любом случае, я рад вас видеть в финале нашего шоу. Но у меня есть для вас информация. По состоянию здоровья Диана дальше не сможет принять участие в нашем шоу. И поэтому в финале вы будете соперничать друг с другом. В любом случае, желаю вам удачи. И встретимся мы с вами уже после ваших дефиле. Надеюсь, они будут эффектные. Все, удачи. Здоровья и выздоровления. Но я была очень удивлена. Я думаю, что суббота же была, перепела, может быть, на выходных и не приехала. Ждем Василису. Не знаю, может, она тоже не выйдет. Сейчас, может, опять Даниила. Ой, а с кем соревноваться? Что она может тут придумать? Что, корсет? Вот это вот все опять показать? Ну, подождем. Не знаю, может, удивит. Вряд ли. Раз я первая выхожу, значит, первое место займу. И все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня вопрос. Где сумка? Где рюкзак? Как ты пойдешь в поход? Ты возьмешь с собой рюкзак. Я что, тебе зауч? Ты все соберешь с собой, вот эту палатку, это все на тебе. Комары закусают, ты посмотри на себя. Ну и какой это скандинавский стиль? Как в поход можно не одеться, а раздеться? Вот эта вот бежевая, она что, в купальнике сразу пойдет? Мне кажется, максимум, кого она может привлечь, это медведя. Я знала, как только я выйду, ей не понравится моя декольтея, потому что она себе никогда в жизни не позволит быть женственной, оголиться немножко. Ну если красивое тело, ну как бы нужно его показывать. В этом нет ничего такого, мы живем в 21 веке. Почему я должна смущаться? Ну ты понимаешь, что мы не идем в поход, мы все-таки на дефиле, понимаешь? Ну какой-то яркий акцент можно было добавить. Почему ты голая? Зая, Зая, подожди, без зависти. Человек вот в своих рамках каких-то сидит, и все, ей вот нужно, долбит она одно и то же. Ну домашнее задание очевидно, что она не выполнила. Ну тут как бы преподаватель в шоке. Естественно. А что я могла поставить? Это тоже государственная оценка. Мое шестое чувство. Вот предсказывает. Вот я уверена, она сейчас выйдет вот с такой сумкой огромной. Там будет баул с чем-нибудь. Это сто процентов. Я это прям вижу, чувствую. Потом я думаю, что у нее может быть... Вот знаете, как люди, которые в горы ходят, палки там какие-нибудь, вот такие походные, чтобы ходить. Ботинки будут большие. И она вся будет как монашка, закрытая от комаров. Я считаю, что я просто идеально выполнила задание. Там даже нечего будет обсуждать. Просто скандинавский стиль – это мое. Училка в походе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда ты с сумкой собралась с этой? И я в модный поход. Все-таки от дама. А у меня всегда должна быть сумочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вбить в интернете, это действительно прям походный-походный такой стиль. Это по заданию просто не подходит. Мне кажется, она даже не поняла задание. Нужно было привнести что-то свое в походный образ. Я прям действительно почувствовала этот стиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты собралась в юбке, в поход? Конечно. В юбке? Да. У тебя комары не покусают? У меня есть средства, потому что я положу его в сумочку. Совершенно не попала в задание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую вас, богини. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для начала мы узнаем, кто из вас правильно ответил на дополнительный вопрос. И назвал ту страну, которая не входит в состав Скандинавии. Норвегия. Дания. Финляндия. Правильный ответ. Финляндия. Ну, так ответила только Диана, поэтому у нее есть дополнительные виртуальные три балла. Ну, а теперь мы узнаем ваши оценки друг к другу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Василиса, у тебя два балла. Катя, у тебя три балла. Но все, конечно, может измениться после того, как вы узнаете мои оценки. Катя, в финале, за что я тебя однозначно готов похвалить, это за твое преображение. Все-таки в начале самом мы тебя видели совершенно другую, в другом образе. Внешний вид и картинка была совершенно иная. Сейчас образ изменился. Как минимум, сумка у тебя стала подешевле. Вот. И, в принципе, остальной весь набор вещей вполне себе, ну, неплох. Мне нравится, как выглядит и эта сорочка, сочетание с этим платьем. Мне хотелось бы, чтобы ты вот лучше поработала с аксессуарами. И, кстати, вот эту сумку, например, бы заменила бы на какой-то рюкзак, чтобы вот как раз вот эта вот походная вся эстетика, вся вот эта вот история транслировалась бы и в этом. Возможно, если бы ты использовала бы какие-то другие украшения, больше там каких-то шнурков или обвеса, вот такие вот сейчас в моде всевозможные браслеты, которые имитируют шнурки или канаты. То есть вот этой всей истории мне здесь не хватило. И вот эти вот все детали, они бы как раз работали бы на твой образ. И он выглядел бы гораздо более выразительнее, при этом всем гораздо более модным. А ты отличницей была в школе? Конечно. У меня золотая медаль и красные дипломы. Два. Открывай этот диплом и узнай, какую я тебе оценку поставил. Четыре. Василиса, прежде всего, что мне нравится в твоем образе, это однозначно вот эта вот цветовая палитра. Она действительно нас ассоциирует как-то, да, с какими-то и походами, горы, палатки. Ну, то есть вот что-то в этой всей теме, в этой всей стилистике, оно классно срабатывает. Мне нравится, как ты сюда вписала, например, и этот корсет с этими штанами такими вот а-ля карго. Тем более, что, в общем, этот микс сейчас довольно-таки распространенный. Да даже несколько сезонов назад он был так вот на пике популярности. Сейчас остается, но уже не такой вот прям вау. Ну, мне кажется, знаешь, в чем проблема? Что вот как раз-таки этот стиль и то направление, которое было сегодняшним заданием, он читается совершенно. Твой образ мы могли бы отнести, в общем, к массе других каких-то проявлений, к другим абсолютно стилям. И это выглядит супермодно? Нет. Это выглядит модно? Ну, в общем, да. Это попадает в наше задание? Ну, в общем, нет. Плюс, конечно, приблизительно такой вариант, особенно вот вверх, и мы видели с тобой, когда столько познакомились. Вопрос. Ну, если ты вот берешь уже даже эти вот карго, ну, почему ты не возьмешь к этому корсету какой-нибудь жилет, где будет куча вот этих вот накладных карманов? Ну, то есть, почему не поиграть с этими всеми пропорциями и всеми этими предлагаемыми обстоятельствами? Открывай сейчас свой конверт и узнай, какой оценок. Да я уже поняла, что вы меня тут все занизили. Одна занизила, второй занизил. Ну, почему? В сумме хорошистка. У тебя 4 балла. Мы с вами можем теперь точно сказать, кто становится богиней шопинга в этом выпуске. И это... Катя, ты... У тебя феноменальный, просто невероятный 7 баллов. Я знала, я знала. Данил, вы лучший. Да, спасибо. Ну что, мы тебя поздравляем. Ну вот, я озвучиваю твои аплодисменты. Ну и кто тут самая модная училка? А я говорила, что я буду самой стильной в этом походе. Да господи, ничего страшного, знаете. Я люблю пожертвования делать, помогать всем вот это вот. И то, что вот она там радуется. Ну, как бы, пускай порадуется человечек. Ну, а вы оставайтесь стильными и модными. С вами был Даниил Грачев. Увидимся на канале Суббота в богине шопинга. Пока, вам удачи. Суббота в богине шопинга.